В конце прошлого года мы уже рассказывали вам о новом Mitsubishi ASX, к созданию которого японцы не имеют почти никакого отношения. Ведь во втором поколении кроссовер стал полной копией европейского Renault Captur. Посмотрите сами. Изменились только бамперы и решетка радиатора. Даже вырез на капоте под большой реношный ромб оставили без изменения, вписав в него горб для маленького японского значка. Техника тоже полностью осталась французской. Базовая версия модели имеет литровый мотор на 3 цилиндра и 91 лошадку. Ему положена только 6-ступенчатая механика. Второй вариант – мягкий гибрид, у которого уже 4 цилиндра и 1,3 литра объема, с которых снято 140 или 158 лошадиных сил. Менее мощная версия – с ручной коробкой, а более мощная – с 7-ступенчатым роботом. Ну а третья версия – это полноценный гибрид, причем есть и вариант с подзарядкой этой розетки и без нее. У первого батарея побольше и электромотор помощнее, но бензиновый двигатель одинаковый. Атмосферник на 1,6 литра. Привод, как и у Renault Captur, всегда только передний. Вообще, с выпуском IS-X на базе Captur'а, по сути, ничего особенного не произошло. Это обычный бейдж-инжиниринг. Но есть и забавный факт. Кроссовер Mitsubishi оказался дороже оригинала от Renault. Начальная версия стоит примерно на 1000 евро дороже. В Германии это 24 700 евро, или 1 850 000 рублей. Но платить предлагают не за сам японский значок. Просто базовая комплектация у Mitsubishi побогаче. Продолжение следует...